22 февраля мирный митинг превратился в трагедию, во время которой погиб Ваш сын. Вы знали о том, что он идёт на митинг? Как часто он вместе с патриотически настроенной молодёжью, друзьями ходили на подобные мероприятия? На подобные мероприятия ходил достаточно часто, Данил. Но рассказывал о них уже после этих мероприятий. То есть он очень бережно относился к родителям и старался, зная то, что нервничают, поэтому старался рассказывать уже после того. И в тот день точно так же он, уходя, сказал, что он встречается с другом. Это было правда. То есть он встречался с другом возле Дворца спорта, возле кинотеатра Киев. Он часто, во-первых, мы там жили раньше, во-вторых, у него там много было друзей, девушка там жила. Вот. И он достаточно часто гулял там с ребятами. Поэтому в воскресенье я на самом деле не знал о том, что митинг будет именно возле Дворца спорта. Вот. Поэтому он когда уходил, он сказал, что он идёт в ЗРУ. Когда в новостях по СТВ случайно прервали там репортаж, прямую трансляцию, сказали о том, что в Харькове произошёл взрыв в центре города на мирном митинге. И данных о том, что есть там пострадавшие и погибшие на данный момент нет. Я сразу почувствовал, что у Дани что-то случилось. Начал ему звонить на телефон, но телефон уже не отвечал. И потом где-то минут через 20 позвонил его друг и сказал о том, что у Дани тяжелое ранение. И его увезли в неотложку четвёртую. Я просто знал, что он очень смелый парень. Он постоянно куда-то, зная о событиях, которые происходят, он начиная с 2013 года. Я понимал, что в общем-то Данил, зная его позицию, то есть он... То есть он обо всем, что участвовал, рассказывал вам после? Да, после, поэтому именно про Евромайдан не знаю, но большинство мероприятий, наверное, я думаю, что в общем-то, которые были массовые, я думаю, он участвовал. Возможно, не все рассказывал, но большинство, то есть вот эти все, это марш и всё, то есть он везде ходил. Была достаточно активная позиция, они с друзьями в начале даже 2014 года, когда появились все, вот эти рисовали флаги, ПНР, там всякие значки на столбах везде, они ходили с друзьями, зарисовывали это всё флагами Украины. Он сам, ближе всего к... Капецентру взрыва. Да. Вот, прогремел взрыв, не все сразу поняли, что произошло. Вот, многие начали отбегать, потом вернулись, кто-то остался сразу рядом. Ну, в больнице, в больнице полностью я... Самостоятельно. Самостоятельно всё оплачивал, всё. Вот, вот, с похоронами, да, нам, ну, никто не давал ничего делать, вот, нам очень помогли, очень-очень помогли ребята, ну, то есть школа, родители детей, они, вот, вот, кроме того, да, за нас нам оплатили... Ритуальные услуги. То, что власть не предприняла ни малейших действий для того, чтобы обеспечить безопасность этого митинга, более того, она, наоборот, даже, ну, забрала всех тех, кого планировали поставить на этот митинг, оставить только одних, ну, грубо говоря, там... Андрей, откуда Вы будете знать, что взрывотехников не было? Ну, дело в том, что у меня есть материалы дела, которые проходят... Да, там есть все документы, которые об этом говорят. Кроме того, есть показания свидетелей, вот, и, в принципе, ещё раз повторюсь, если взрывотехники находились на данном митинге, то периметр митинга был бы проверен в первую очередь. Ну, в общем, организаторы митинга, они изначально, да, там говорили о том, что, да, там, даже на похоронах Дании я от одного из них слышал о том, что обязательно, то есть они добьются того, чтобы областные власти ответили за то, что они сделали всё. Но определенная часть организаторов, получив через неделю буквально в должности советников губернатора, наверное, забыли об этом и перестали вообще каким-то образом в этом участвовать. И на данный момент я не знаю ни одного уголовного дела, которое завела прокуратура по преступной халатности и несоблюдению мер безопасности на организованном массовом мероприятии. То, что это они, ну, даже уже не вызывает сомнений, даже у людей, которые сомневались в начале расследования, ну, в начале судебного разбирательства, просто в ходе, даже на данный момент, вот сейчас прочитали порядка пяти томов из шестнадцати. Пяти из шестнадцати томов? Да, да. Знаете, дело в том, что, несмотря на то, что я писал президенту, передавал через его личную охрану, через пресс-службу, через волонтеров, которые вхожи к президенту... Ну, это, по-моему, вас больше не награда интересовала, какие-то вопросы? Меня интересовался вопрос, почему? Почему, то есть, ну, почему о ребятах вообще никто не вспомнил? То есть, ну, взрослых наградили, а ребят, ну, про ребят даже слова не сказали, почему? Ну, вы не получили ответа? До сих пор. До сих пор не получил ответа. Хотя одно и то же письмо я передавал четыре-пять раз, где-то не меньше. Даню будем упоминать 23 февраля. Будем упоминать, как мы упоминали, девять дней, сорок дней с Даниными друзьями, со всеми, вот, и с близкими нам людьми. В Воском кругу? Ну, как вам сказать, ну, вот, девять дней, сорок дней было порядка ста человек. Ну, это вот именно друзья-близкие. В школе, вот, может быть, что-то не приглашали вас? Ну, в школе не приглашали куда. В школе очень много мероприятий, которые, вот, они там сделали, там, кубок памяти Дани. Ну, то есть, уже есть. Да, они собираются повесить. Кубок по какому виду спорта? Ну, там общий школьный, там, он начинается в Дани, день рождения, и идет на кубок Дани. Вот в том году он прошел, ну, закончился 6 мая, то есть, ну, порядка 10 дней где-то, в разных видах спорта. Они, ну, школа хочет повесить памятную доску. Доску, да. Даня висит, даня фотография висит на доске почетных учеников. Вот. Да, у нас очень, ну, патриотичная семья, и школа у Даниила очень замечательная. Ну, и сам, в принципе, то есть, очень любил Украину и Харьков. Спасибо. Спасибо.